Спонсор этого ролика детский развлекательный канал в ютубике. Смотрите как герои Антон, Оля и Аня попадают в реальной жизни в любимые миры компьютерных игр. Таких как Майнкрафт, Грэнни, Привет сосед и другие. Также на их каналах есть много интересных челленджей, распаковок и дегустаций. С этой троицей не соскучишься. Подписывайся на их канал по ссылке в описании. Кинокомпания The Walt Disney Company была основана 16 октября 1923 года. И с тех пор бренд Disney стал прочно ассоциироваться с красочным миром детства. Именно эта компания выпустила коллекцию 100 любимых нами мультфильмов. Именно благодаря Disney был основан всемирно известный парк Disneyland. И что уж говорить, сам Walt Disney был крайне нетипичной личностью. Я расскажу вам 10 интересных фактов о нем и его детище. Гений без таланта и идей. Walt Disney, вне всяких сомнений, не только талантливый мультипликатор, но еще и опытный делец. Он основал Великую Империю и смог радикально изменить подход к созданию мультфильмов и развлечений для детей. Тем удивительнее тот факт, что из небольшой газеты, где юный гений работал на заре своей карьеры, его выгнали из-за отсутствия таланта и идей. Кстати, уникальность мультипликатора бесспорна. Он смог различать около 1500 оттенков цвета, в то время как лимит обычного человека 150-200. На смену кролику мышь. Первым нарисованным Уолтом Дисней персонажем стал кролик Освальд. Быть может, он также принес бы своему создателю успех, если бы права на него не были самым наглым способом украденного мультипликатора. Такой удар в спину Уолт Диснею нанес его тогдашний компаньон, который не горел желанием делить полученные гонорары. И хоть произошедшее стало ударом для мультипликатора, он уже в тот же день сделал набросок знаменитого ныне Микки Мауса. Знаменитый голос Микки Мауса. Первые мультфильмы Уолт Дисней начал создавать в начале 20-х годов прошлого века. Это были черно-белые немые анимации под стать технологиям тех лет. Тем не менее, мультипликатор быстро понял, что для достижения успеха ему следует идти в ногу с прогрессом. Так начинается работа на выпуском звукового мультфильма. Первым мультипликационным персонажем, заговорившим с экрана, становится все тот же Микки Маус. И заговорил он, кстати, голосом самого Уолта Диснея. Великий Оскароносец. Свой первый Оскар мультипликатор получил еще в 1932 году за мультфильм «Глупые симфонии». Эта награда стала первой из 29-ти. Этот рекорд на сегодняшний день пока никому не удалось побить. Апельсиновая роща и парк развлечений. Идея Диснейленда родилась после того, как все больше людей стали выражать желание посетить киностудию Уолта Диснея, чтобы увидеть собственными глазами, как создаются его удивительные персонажи. Таким образом, мультипликатор заложил все свое имущество и даже медицинскую страховку, а на вырученные деньги в 1954 году купил 65 гектаров апельсиновой рощи в Новом Орлеане, где и начал строительство парка развлечений. Прототипы рисованных героев. При создании тех или иных мультфильмов Уолт Дисней и его мультипликаторы черпали идеи с различных людей. Так, прототипами мамаши и братьев Гавс, бандитов из мультисериала «Утиные истории» стали члены реально существовавших в 30-е годы группировки. Кроме, Аладдин был срисован с Тома Круза, Джин – с Робина Уильямса, а Ариэль – с Алисией Милана. Кстати, многие утверждают, что своего первого анимационного героя Микки Мауса Уолт Дисней срисовал самого себя. Мультфильмы не для детей. Отличилась компания The Walt Disney Company также созданием мультфильма познавательного характера. Таким мультфильмом стала анимационная лента The Story of Menstruation – «История менструации», выпущенная при участии производителя женской гигиенической продукции Contex. Показывая мультфильм во время школьных лекций, посвященных ведению здорового образа жизни, и за все время его посмотрели свыше 100 миллионов американских школьников. Скандальный король лев. Не обошлось в истории Дисней без скандалов. При этом, как ни странно, большинство из них оказались связаны с мультфильмом «Король лев». Первыми восмутились ученые, которые в корне были не согласны с тем, в каком свете в ленте были показаны гиены. Исследователи решили, что негативное представление об этих животных сможет навредить в итоге их популяции. Еще одной причиной чуть было не начавшихся судебных тяж было обвинение создателей мультфильма в плагиате. Как оказалось, картина по сюжету слишком напоминала японское шоу «Кимбо Белый Лев». Однако японцы от иска все-таки отказались, возможно испугавшись опытных адвокатов компании. Великое наследие. Наследники Уолта Диснея являются миллиардерами на сегодняшний день. Им принадлежат 535 фирменных магазинов по всему миру, хоккейные и бейсбольные команды, печатные издания, а также телеканал. Регулярно они получают прибыль с парков развлечений, расположенных в Японии, Китае и во Франции. Сам же основатель империи скончался 15 декабря 1966 года. До сих пор на этот день на Диснейленда приспускаются флаги, чтобы почтить память великого Уолта Диснея. С вами был Алексей Козьяков. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, а также смотрите предыдущие видео. Всем пока!